МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу Республика в студии Галины Титарчук. Смотрите сегодня. Вода прибывает. АлатРский район справляется с паводком. Быть или не быть. Общественность обсуждает возможное строительство собора в сквере имени Чупаева. Труфальдина или слуга двух господ. Театр оперы и балета. Готовится к премьере. Десять инвестиционных проектов в Чувашии отстают по срокам реализации. А финансовые средства в рамках республиканской адресной программы освоены почти на 88%. Это по итогам прошлого года. Сегодня данную тему затронуло правительство республики. Мониторинг объектов строительства отразил отставание от графика работ, ввода их в эксплуатацию, освоение денег, заявил на заседании республиканского правительства, исполняющий обязанности министра экономики Владимир Аврелькин. В связи с этим предлагается поддержать инвестиционную деятельность на государственном уровне. Проектом закона предлагается создавать при Совете по инвестиционной политике экспертные группы по общественному контролю за реализацией крупно-социально значимых проектов. В целях упрощения процедуры представления инвесторам государственной поддержки предлагается также внести изменения в части сокращения пакетов документов представления инвесторам для получения госгарантий. Правительство одобрило законопроект. Вместе с тем обсудило другую животрепещущую проблему электрификацию новых улиц в этом году. Соответствующая программа началась еще в 2010 году, тогда же заключили госконтракты, но некоторые объекты так и остались незавершенными. По данным Минстроя подвели подрядчики. 23 исковых заявления о расторжении госконтрактов с ними направлены в суд. После исковых заявлений реальное движение с подрядчиками, которым были предъявлены исковые требования, сейчас пошло. Хочется отметить таких недобросовестных подрядчиков, которые не выполнили в свое время свои обязательства. Это «Строй Гранд Групп». 8 исков мы сегодня на них подали. «Сатурнстрой» подано 7 исков. Ну и как бы традиционно у нас уже ТСК «Парнас» и «ООС-ТЭП» тоже 7 исков. Но думаю, что максимально в 2013 году мы должны подойти к завершению. Те организации, которые мы назвали, они там часть работ сделали. Кто-то столбы выставил, кто-то ПТП поставил. Ну а люди, живущие, соответственно, не получили эти услуги и задают вопросы уже сегодня, ну в первую очередь, на это министерство, муниципалитету, ну и вообще к правительству. Поэтому здесь совместно с Минфином, с Минэком надо активно поработать». Кабинет министров высказался также за создание в Чувашии правительственной противоэпизоотической комиссии, которая будет координировать действия властей и противостоять заразным болезням животных. Напомню, в адрес региона и госветслужбы прозвучала критика от экспертов Минсельхоза. Они рекомендовали улучшить состояние ветслужб в республике. При возможном росте поголовья скота и слабости ветслужб возможны серьезные проблемы. Нужно защищать животных от болезней, иначе вложения окажутся бессмысленными. Почему постановление специальной комиссии где-то блуждало и не было представлено раньше? На вопрос, адресованный руководителю госветслужбы, Иван Маторин сам же и ответил. Длительное согласование. Ольга Григорьева, Андрей Шоклев, Республика. Сегодня же министр строительства Чувашии сообщил о выделении субсидий из республиканского бюджета на приобретение жилья для пострадавших от взрыва газа в деревне Тувси Цивильского района в январе этого года. Уже неделю в Чувашии активно тает снег. Каждую весну в Алатарском районе запасаются лодками, продуктами питания, болотными сапогами. Сура и ее притоки разливаются и грозят затопить Алатарь и ближайшие села. Ситуация на контроле у правительства республики. Председатель правительства Иван Маторин специально выехал на места подтоплений посмотреть, как обстоят дела и как помогают людям. Весна – время, которое многие люди ждут с замиранием сердца. Но для жителей Алатары это становится очередным испытанием на прочность. Ведь на протяжении многих лет окраины этого города превращаются в своеобразную Венецию. Но пользы от этого мало. Один из районов города, куда подошла большая вода, это микрорайон Подгорье. Здесь подтоплено 6 домов, а в микрорайоне зеленый – 11. Это в десятки раз меньше по сравнению с прошлогодним затоплением. Тогда от стихии пострадали более 200 построек. Жители Алатары уже привыкли к такой весне и встречают ее во всеоружии. Ну, предупредили заранее люди, сказали припасить продукты питания, водой все запаслись. Заранее были все предупреждены, оповещены. Пока угрозы более, скажем так, сильные, чем сегодня существует, нет для населенного пункта, проводить взрывную работу, ну, в том числе и небезопасно. В поселке организована переправа людей на лодках, а также круглосуточные дежурные посты. Несмотря на то, что уровень воды прибывает, ситуация остается под контролем. До критической отметки в 730 сантиметров остается в среднем полметра. По прогнозам Чувашского гидрометцентра ожидается понижение температуры в ночное время, что в свою очередь будет сдерживать половодье. Но надеяться на снисхождение природы не приходится. Поэтому в перспективе строительство дамбы на непредсказуемой реке. Это единственная мера, которая позволит спасти микрорайон от паводка. В этом году впервые республика получает средства на строительство дамбы Цивильска. То есть мы принимаем участие. В планах стоит подать в дальнейшем заявку и по аватарю. Но оценочная наша Минприрода сегодня говорит о том, что по деньгам это будет дешевле, чем Цивильск, так как здесь дамба планируется низконапорная, такая защитная. По деньгам это, наверное, будет по 200, может, миллионов рублей, может быть, меньше. На заседании по вопросам ликвидации паводка специалисты обсуждали несколько проблем. Размыв берега Суры, строительство дамбы, а также устранение затора на реке. Как говорится, с природой не поспоришь. Но вот направить ее в правильное русло иногда возможно. Если планы строительства в скором времени реализуются, то жители АлатРа наконец-то смогут радоваться наступлению весны без опаски. Татьяна Филатова, Евгений Анисимов, Республика. Волга еще подо льдом, однако половодье уже началось, заявляют работники Чебоксарской ГЭС. О том, какие меры принимаются, чтобы большая вода не добралась до жителей республики, сегодня журналистам рассказали специалисты станции. Совсем скоро Волга вскроется, лед тронется. Тогда гидроузлу Чебоксарской ГЭС начнет поступать намного больше воды, чем в другое время года. Впрочем, уже сейчас в воды Волгу добавляет тающий снег и маленькие притоки. На сегодняшний день притоки к ствуру составляют порядка 6500 км в секунду. Вода пропускается практически вся транзитом в Нижний Биев. Чтобы встретить и пропустить воду во всеоружии и полной готовности на Чебоксарской ГЭС создали паводковую комиссию. Провели проверку оборудования и системы оповещения населения. Впрочем, несмотря на такие меры, избежать проблем полностью, судя по всему, не удастся. Дело в том, что уже около 30 лет гидроэлектростанция работает на отметке ниже проектной 63 метра вместо 68. В период половодия уровень все же разрешают ненамного поднять. С 6 по 30 апреля возможны корректировки. Нечастая такая ситуация, но, тем не менее, уже в прошлом году и в этом году повторяется, что в зависимости от притока воды к створу, в зависимости от расходов воды в Нижний Биев нам разрешена форсировка выше традиционной отметки 63 и 30. Разрешенная отметка максимально составляет 63 метра 75 сантиметров. В прошлом году было 63,30 63,70. Те, кто живет выше по течению, такой уровень воды никак не ощутят, обещают специалисты. Скажется это только на судоходстве. А вот к жителям Кокшайска, который находится ниже по течению, большая вода может заглянуть, как и в 2012. Из-за того, что специалисты не могут поднять уровень воды в Верхнем Биеве на проектную отметку в 68 метров, всю лишнюю воду приходится сбрасывать в Нижний Биев. Это происходит при крупных половодиях, при крупных паводках практически всегда. Так или иначе, работа ведется. Кстати, в этом году следить за функционированием станции смогут не только специалисты. Дану вчера было поручение всем гидроэлектростанциям установить на станциях веб-камеры, чтобы можно было в онлайн-режиме всем желающим на любой станции смотреть за холостыми сбросами на гидроэлектростанции. Такая камера стоит и на Чебоксарской ГЭС. Правда, работает она пока в служебном режиме. Однако, в скором времени трансляция станет доступной и жителям Чувашия. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. Быть или не быть, этот вопрос мучил еще классиков литературы. С тех пор прошло уже много веков, а свою актуальность он не теряет и в наши дни. Активные горожане, представители Чувашской епархии, главный архитектор города Чебоксары и все, кому не безразлична судьба сквера имени Чапаева, собрались на общественное обсуждение. Горячей темой стало предполагаемое строительство на его территории православного храма. Проекта церкви пока нет, как нет официальных документов и решений администрации по поводу строительства. Нарисован только примерный эскиз. Предполагается, что наверху будет находиться сам храм, а внизу подсобные помещения. Это не эскизный проект, который точно будет, потому что работа будет вестись по образу храма специально. Мы взяли один из храмов, который мы проектирули и даже который строится. Я не буду называть где. Обсудить, быть ли православному храму на территории сквера Чапаева, собрались как активная молодежь, среди которых блогеры и журналисты, студенты и школьники, так и более старшее поколение горожан. В большинстве своем высказывались против строительства храма на территории сквера. Против оказалось и директор школы номер 10. Ее поддержали учителя и родители. Их основные аргументы возле храма будет много попрошаек цыган. Для школьников это не лучшее соседство. По их мнению, в этом месте было бы полезнее построить что-то для детей. Я не против того, чтобы строились храмы. Но почему-то никто из здесь присутствующих даже не подумал о детях. Все говорили о туристах, о том, что количество их увеличится. Это опять идет материальный вопрос. Я за то, чтобы здесь построили дом детского творчества. А вот представители музея Чапаева, заведующий Денис Ситрайкин и старший научный сотрудник Валентина Бровченкова высказались за. Многим присутствующим это показалось странным и непонятным, ведь храм нарушает комплекс сквера и музея. Но их аргументы новая церковь органично впишется в существующий ансамбль и станет точкой примирения сторон гражданской войны и монумента памяти всех воинов, сражавшихся за отчизну. Мое глубочайшее убеждение, что храм здесь нужен. Всех людей нужно объединить. Каким образом должна быть часовня, которая несла бы идею примирения и согласия. Собравшихся интересовал и вопрос финансирования строительства храма, если такое решение все же будет принято. Противники строительства храма в сквере Чапаева пытались сказать, что лучше бы на эти деньги построили детские сады, которых так не хватает. На что от представителей епархии последовал четкий ответ. Деньги из бюджета на строительство церкви не выделяются. Православные объекты возводятся исключительно на пожертвования добровольцев. А главный архитектор города Александр Шевлягин, подводя итоги обсуждения, отметил, что окончательное решение будет принято главой администрации города. Следующий этап это уже будет проект с медной документацией, которая будет соответствовать конкурсу или еще что-то. Она будет проходить градостроительный совет, будет проходить публичный слушатель, так как у нас сегодня территориальная зона здесь скверов, садов, которые не предусматривают строительство консенсиальных сооружений. То есть, это еще только самый первый этап. И поэтому администрация поставила цель узнать мнение горожан. Татьяна Трофимова, Александр Петров, Республика. Вчера в нашем выпуске мы показали кадры, снятые нашей телезрительницей, о том, что во дворе дома на улице Яна Ушика в дорожном полотне образовалась глубокая яма. Приятно, что власти оперативно реагируют. Уже утром эту яму засыпали. К другой теме. Международный балетный фестиваль – одно из самых ярких событий культурной жизни республики. Ежегодно это событие собирает толпы поклонников искусства танца. По сложившейся традиции фестиваль открывает премьера. В этом году зрители увидят балет Михаила Чулаки Труфальдина «Слуга двух господ» в постановке Данила Салимбаева. Балетный сюжет Карла Гальдони уникален во многом. Сейчас он идет только в одном театре страны в Челябинске. Чебоксарский театр стал одним из обратившихся к этому балету, представляющему огромный интерес как для артистов, так и для зрителей. Изюминка этого спектакля – это большое количество главных партий. Их там всего около шести. Все эти партии очень яркие. И как подробно другие спектакли близок к комедии «Дель арты» и к жанру «Комедия ошибок», эти все партии, эти все персонажи позволяют артистам очень много импровизировать на сцене. Шутить, может быть, так, как им захочется, в своей манере исполнять эти роли. Вот в этом будет изюминка. Потому что каждый спектакль, в зависимости от исполнителя этой партии, будет совершенно другим. Работа над балетным спектаклем – это не только напряженный труд артистов и многочасовые репетиции. Над каждым новым спектаклем трудятся все цехотеатры. Живописные и бутафорские изготавливают декорации. В пошивочном создаются удивительные красоты костюмы. Чебоксарская премьера этого года уникальна тем, что автор эскизов, визуальный составляющий спектакля, знаменитый сценограф Татьяна Бруни. Для нынешней премьеры декорации и костюмы по эскизам восстанавливались под чутким руководством главного художника Валентина Федорова и художника по костюмам Галии Юсуповой. Моя роль в этом спектакле достаточно скромная. Я всего лишь делаю реконструкцию или как бы такую реставрацию спектакля по эскизам замечательной художницы Татьяны Бруни. Ее сейчас уже нет, но она очень активно творила и была очень известна. Известная художница и замечательная. С прекрасным чувством стиля. И надо сказать о том, что она еще великолепный живописец. И вот эту живописную культуру питерскую такую она принесла на сцену тем и была знаменитой. Декорации и костюмы Бруни вобрали в себя атмосферу солнечной Италии. Действие спектакля происходит в Венеции. Элементы венецианского карнавала непременно присутствуют в сценографии и костюмах. Надо сказать, что здесь технологии достаточно интересные. Здесь такая шапочка делается лено сначала, потом сверху обтягивается. Это крайне обшивается. И вот видите, какая тщательная работа. На Чувашской сцене премьера балета состоится 17 апреля. Сергей Фишер, Николай Яковлев, Республика. В Чубаксарах пройдет концерт мировой вокальной музыки. Жители столицы в третий раз в рамках проекта шедевра мировой вокальной музыки смогут насладиться произведениями отечественной и зарубежной классики. И не только. Об изюминках нынешнего фестиваля рассказали организаторы концерта в ходе пресс-конференции. В проект шедевра мировой вокальной музыки входит фестивальное движение «Белая акация». Это серия концертов, программа которых состоит из узнаваемых произведений отечественной и зарубежной вокальной музыки. Наши концерты будут не только народные песни, но вот еще раз говорим, старинные, зарубежные арии. Это Гендель, это Вивальди, это Скарлатти, то есть те, которые писали в 17-18 веке. Это Качиня, Ава Мария, Луци, Дамбах. В Чувашии концерты будут проходить при участии симфонической капеллы и ЧГУ имени Ульянова. Состоятся они 23 и 24 апреля. Организаторы обещают только живое пение, никаких фонограмм. Вот уже второй год, даже второй фестиваль мы открываем в Чувашии, закрываем в Республике Мариел. И поэтому для нас вот расстояние, они абсолютно не расстояние. Это как раз то, что говорит, что музыка, она стирает все границы. И конкретно мы делаем этот проект, почему именно параллельно, почему разом. То есть вот эта сиюминутность, она как бы вот дает определенную сопричастность зрителей, что для Чувашии, что для Республики Мариел. То есть как бы работаем практически в режиме онлайн. С каждым годом участников фестиваля ценителей качественной музыки становится все больше. Организаторы надеются, что русский романс и академическая вокальная музыка никогда не выйдут из моды. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика. На этом у меня все. Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...